доброго времени суток всем господа рад приветствовать вас на своем канале и сегодня у нас вот такой вот видосик в гостях у нас как бы это правильно сказать то правая система philips то есть это вот такой вот зверь чужок бойлер для воды устройство очень интересное несколько раз у меня были такие в ремонте но philips первый раз давайте коротенько посмотрим вот его модель модель у нас philips gc 8620 1222 дробь 02 дробь ой изведено в индонезии что же с ней не так он по жалобе хозяина не хочет она у него работать вообще ну то есть как не хочет именно включаешь ее в розетку что там там пытается подмигивает подморгивает пара мне не подается я ее кстати уже разобрал я знаю что с ней сейчас попытаюсь рассказать вам как разобрать значит обязательно нужно будет слить воду вода у нас сливается если система была нагрета с этого носика то есть соответственно откуда был произведен залив если же система была не нагрета а нет не получится отсюда не получится это у нас фильтр антикальк антинакибе то есть тут непосредственно мы чистим бойвер то есть вода сливается только отсюда имейте это ввиду утюжок у нас отдельно уходит пусть там пока подыхает вот откручиваются с нижней стороны 5 винтиков они у нас идут под звездочку звездочка у нас идет торкс 15 я использую свой древний старый набор которому уже бог его знает сколько лет и так болты 1 2 пардон 2 3 4 здесь 5 почему-то мне досталось она уже одного болта не было далее аккуратно приподнимается вот эта вся бодяга имейте ввиду могут опалиться остатки воды значит отсоединяем аккуратно верхний шланг нижний шланг он самый короткий это подача воды на помпу то есть как бы вход водной магистрали помпа помпа подает воду в бойлер это так называемый сапун если вдруг там что забито чтобы была возможность так называемого перелива чтобы был сброс воды обратно дабы при превышение давления тут ничего не рванула и не залила электронику что у нас тут помпа бойлер клапан сброса накипи на бойлере выход будьте аккуратны то есть если не сбросили давление сбросить обязательно через этот клапан здесь стоит клапан электронно управляемый этот клапан подачи пара на утюжок на ту штуку которая сверху ставится и сама плата управления так вот что я заметил типовая плата управления блок питания естественно релюшки управления клеммы пара датчиков даже пардон датчик здесь датчик здесь один до датчик здесь один на бойлере температурный стоит термопара что я заметил то есть при включении данного прибора давайте включим вот и включая пошел нагрев на утюжке начинает плавно так медленно мигать светится светодиод но как я пришел к этой появлению это неисправно сейчас кто-то скажет вот надо было померить туда-сюда ребята в топку быстро сделал быстрее отдал быстро заработал деньги вместе с тем диодом на утюге как-то мне показалось неправильно мигал жил своей жизнью вот этот диодик давайте выключим ну да вроде как она вошла рабочий режим то есть разогревается бойлер срабатывает реле подается вода датчик понимает что нагрев пошел включает стенд ну и так далее то есть алгоритм может быть и неправильно рассказал но суть такова так вот чтобы подать пар на утюжке нужно нажать эту кнопку я и нажимаю и вслед за нажатием раздается чудовищный треск релюхи вот этого клапана что в принципе не должно быть и практически в ноль потухает индикатор питания это индикатор питания рядом кнопочка это режим eco не знаю для чего он служит как нам втирает производители это скорее всего что там с экономии может быть электричество или что-то надо разбираться честно говоря инструкцию читать некуда если кому интересно почитайте в интернете там валом информации так вот блоки питания таких вещей да практически всей мелкой бытовой техники собраны на полупериодный схеме не будем сейчас углубляться может быть я сейчас этого от волнения неправильно назвал но смысл такой составе не четыре диода а два диода и грубо говоря кондюк по питанию в данном случае стоял на 047 микрофоред очень нужная деталь в этом блоке естественно сейчас здесь стоит другой как я пришел к выводу того что он не работает то есть он должен быть 047 ставим прибор на испытание конденсаторов касаемся выводов чуда не можем их коснуться так неудобно снимать показывать теперь отсвечивает теперь не видно ну то есть вот его номинал даже меньше половины соответственно такая большая просадка по питанию при включении функции подачи пара он уже срабатывание клапана и работа все это управляется то есть рлюхи не понимали чуть не хотят так что заменив вот такую вот нехитрую деталь номиналом 047 микрофарада 275 вольт переменки на советский ты поставил чуть побольше сейчас скажу а нет такой же 470 на 600 вольт но просто напряжением побольше поставил аппарата же у нас прекрасно сейчас я попытаюсь конечно одной рукой все это дело обратно выгрузите мы с вами посмотрим как она у нас работает штука очень обалденная кстати поставить чтобы это все не упало так собираем все в обратном порядке вставляем кнопки видно того нет позже вот 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 Удобнее, кстати, когда собираете, сначала одеть верхний, в принципе, тут по-другому и не получится. Просто когда нижний одет верхний, нижний одет верхний, да-да, верхний вы обратно не вставите. Шланги подачи из спуна идут без хомутов. В принципе, давления нет, поэтому хомуты тут и не надо. Ну и что, и вот у нас вот так вот это все должно встать. Ой, все упало, все упало. Ну что, теперь давайте посмотрим, как она работает. Включили в розетку. Я набрал немного воды. Объем здесь, конечно, адский, 2,2 литра. Данные системы, наверное, предназначены для большого объема работ. Хотя, соглашусь, оно и утюгом, когда гладишь, постоянно бегаешь, эти стаканчики только подливаешь. Так, бойлер заполнил. Носик закрыли. Здесь проверили. Установили. И включаем. Включился светодиод питания. Сейчас я свет выключу. Вот такое красивое помаргивание утюжка системы. То есть, это говорит о том, что идет нагрев, система прогревается. Готовится, так сказать, к испытаниям. Кто-то скажет, аааа, на диване. Мне так просто удобно. Прикольно. Так, ну что. Видно, что оно готово к бою. Давайте попробуем кого-нибудь отпарить. Ух ты. Ну, я не знаю. Вам, конечно, не видно. До балкона 2 с лишним метра. Лукит оно нехило. Конечно, для ухода за одеждой. Очень неплохой аппарат. Кстати, по тому, что у нас написано. Опять же, если кому интересно, может кто-то себе будет выбирать такую. Значит, как заявлено на корпусе, 180 грамм. Это у нас получается подача пара под давлением в 5 бар. Обалдеть. Двухминутный старт. То есть, в течение двух минут она с ноля до полного прогрева стартует. То есть, готово к применению. Это, наверное, с подошвой связано. Супер скользящая подошва. Керанка какая-то. Этихлон. Не себе кальт. Быстрое очищение от накипи, что ли. Сейф резет. Что-то не знаю. Но это надо читать. 2,2 литра объем буйлера. Так что, вот так вот, ребят. Не буду говорить, сколько человеку. Никакому человеку в сервисе взломили за ремонт. Человек обратился. Мы ему помогли. Потому что, самое интересное, дело-то было всего вот в этой копеечной детали. Насколько я знаю, там, наверное, посоветовали поменять плату. Хотя, я могу и ошибаться. Можете в комментариях написать, какие у вас были случаи. Так, я хочу услышать, как помпа подкачивает воду. Поэтому, поиздеваемся еще над системой. Продолжение следует... Ну давай, срабатывай, ёшкин кот. Вот она так в процессе работы по чуть-чуть подкачивает, подкачивает, подкачивает. Нехилый аппарат для чётких пацанчиков и пацанок. Неплохо, неплохо. Ну что, ребят, всем, кому понравилось видео, ставим пальцы. Кому не понравилось, ставим пальцы тоже, пишем комментарии, нравится вам такой формат или нет. И вот интересно, у меня не так много подписчиков, но смотрит меня максимум один-два человека. То есть я так думаю, если даже эти подписчики хотя бы раз заходили на канал, посмотрели мои видео, может быть они просто не знают, что у меня видео. Его там нажимаете на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну ладно, ну а пока, всем пока. С наступающим 23 февраля. Я надеюсь ещё видео-то выйдет, не одно. Вот. Всем, как говорится, добра и бабла, пацаны. Удачи всем. Субтитры сделал DimaTorzok